Обрушение потолка в строителе случилось в ночь с 1 на 2 марта. ЧП произошло на общей кухне общежития, пострадавших нет. Ранее в доме номер 7 на улице Дружной уже происходили подобные происшествия, в том числе в общем душе. В данный момент потолок провис еще и на второй кухне. Каждый день люди здесь просыпаются только с одной мыслью. Тут просыпаюсь с одной проблемой где-нибудь, да что-нибудь. Вот видите, какие у нас проблемы. То тут рухнет, то тут рухнет. У меня в том году также потекла крыша, затопила меня. Общее состояние дома в 2018 году было официально признано аварийным. Жильцам удалось этого добиться после того, как они сами провели независимую экспертизу. По документам здания должны расселить в 2023 году. Однако какая площадь достанется жильцам неизвестно. Сейчас каждый из них вынужден платить не только за свою комнату, но и за общие площади. Мы платим за 70. 37,9 это наше желание, где мы живем, а остальные до 70 у нас догоняются в общественный коридор и все прочее. Когда начнут давать жилье, да, вот если они будут по общей площади выдавать, то я конечно выиграю. Но если они будут выдавать по полезной, они от 37,9 за две комнаты отнимут еще где-то метров около 8. То есть у меня получится полезный ток 30 метров квадратных. Вот что сделали. И без того маленькую жилую площадь ранее отбирали у жильцов в пользу общих помещений. Теперь же они сами вынуждены их обслуживать и переоборудовать, чтобы выживать в условиях этого дома. Жильцы этого дома принимают душ на кухне, в то время как их соседи занимаются приготовлением пищи. Официальный душ в этом доме только один. Он общий. Находится в плачевном состоянии. Комната для туалетов также полуразрушена. По стенам и потолкам идут трещины. Повсюду видны канализационные коммуникации. А старая металлическая труба здесь забита монтажной пеной. Таким образом коммунальщики устранили сквозную дыру между этажами. Управляющая компания объясняет свое бездействие следующим образом. Они это общежитие раздербанили и преобразовали в коммунальные квартиры. Вот, то есть получается у нас тут сейчас не общежитие. По закону, по бумагам у нас тут коммуналка. И они ссылаются на этот закон, что жители в коммуналке должны сделать все за свой счет. Но у нас ни в планировках коммуналки здесь ни каким образом не совпадает. То есть это отнести к коммуналке вообще никак. Вот, то есть это все общежитие получается. В то время как дом трещит по швам, стало известно, что в этом здании и в других подобных домах по соседству в данный момент реализуется программа материнского капитала. И уже есть купленные квартиры. Вот тех, кто продал, судить надо. По моему понятию, что такие нельзя продавать за материнский капитал. Как разрешено было это сделать, это, конечно, фера. Жильцы говорят, что со своими проблемами дошли до обращений к президенту. Однако до сих пор справляются с разрушенным домом только своими силами. Они не сдаются и на днях ожидают приезда федеральной телекомпании. Таким образом, они надеются, что на их проблему обратят внимание и в Москве, и, наконец, в Рязани. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Станислав Кудряшовская, 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 Ст